Друзья, я всех вас приветствую. Слава Господу! Слава Ему! Сегодня, после обеда, мы будем иметь собрание в той другой церкви. Я обещал там преподать одну важную лекцию. И наша лекция будет двойное служение Духа Святого. Приглашаем туда всех, кто сможет. Двойное служение Духа Святого. Так что, кто может, постарайтесь там быть. Мы откроем послание евреям. Я понимаю, что меня переводят. И всю проповедь должен говорить в первой скорости. Но иногда я забываю и включаю третью. То надо, чтобы, брат, кто-то сидел и дернул меня за пиджак здесь сзади. Мы читаем из послания евреям, из 8 главы, 5 стих. Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиния. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Этот текст взятый из книги Исход. Або Эксодес и 25 глава и 40 стих. Последний стих. Цвайте молзу. Финкунсланцик фирцик. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Сегодня наша тема будет «Наш образец». Наш образец. Когда мы читаем Старый Завет, потом Новый Завет, мы видим, у Старом Завете были два строения. Строение скинии, и также строение храма, как одно, так и другое. Как Tabernacle или же скиния, так само и храм являлись прообразом строения Церкви Христовой. Братья и сестры, я имею важное слово. Я буду просить вашего внимания. Те, которые рассаживают людей, это их дело. Ваше дело слушать слово. Хорошо? Найменьшее нарушение отвлекает внимание наше. И если Господь хочет, что нам сказать, то Он говорит, кто имеет уши, слышать. Хорошо? Чтобы мы слышали. Если Он говорит, то Он говорит не к стенам, но к нашим ушам и сердцам. Поэтому будем внимательны. К слышанным. В Старом Завете скиния или храм были прообразом строения Церкви Христовой. Чтобы мы это знали, помнили. И строили люди руками своими. Но архитектором строения был Бог. И приказал, смотри, Моисею, чтобы все было сделано по образцу, показанному тебе на горе. Я думаю, вы сестры лучше знаете, чем мужчины. Когда шьете платье, то есть выкройка. Это есть образец. В английском языке называется это pattern. According to the pattern. И так и написано. Смотри, чтобы было сделано according to the pattern. Образец. Это выкройка. И по этой выкройке вы шьете там платье или что иное. Точно так. И Бог приказывает Моисею, чтобы скиния была сделана так, как ему было показано. Также, когда строили храм, не Соломон, хотя Соломон строил со своими людьми, но Давиду было указано, или дан был план, архитектора небесного. Как я сказал, это есть про образ строения церкви Христовой. Я не говорю о здании. Никто вон гебойде. Белдинг, мы говорим. Бог об этом не говорит. Церковь не есть белдинг или здание, но избранный из этого мира народ. Отделенный народ для Господа. Как брат уже упомянул, люди, рожденные свыше, возрожденные от Духа Святого. Это церковь Христова. Экклезия. Избранный народ. И наша тема, наш образец. Дорогие, церковь Нового Завета, мы живем в 20 веке, имеет образец. И нашим образцом является первоапостольская церковь, о которой брат частично читал, и я буду читать. Первоапостольская церковь является нашим образцом. Если мы будем так преданы, как они, Господу, если будет присутствие Божье с нами, как было с ними, то будет хорошо. Хорошо. На образец надо смотреть. На образец. Я вам, кажется, упоминал, когда мы пошли первый день в школе, или в школу, я никогда не забуду, как учительница писала нам букву А. Маленькую и большую. Мы все это прошли, правда? Это был наш образец. И мы дети, она говорит, нам, нас было 42, кажется, мальчика или девочек, говорит, смотрите, вот я написал, и вы так пишите. Но вы знаете, доска далеко, а вот мой сосед рядом, ближе, и я смотрю, что он пишет, и себе-то делаю, и у меня вышли не буквы, а каракули. Знаете? Так бывает. Бывает, люди смотрят на людей. Люди смотрят на людей. Но у нас есть в Слове Божьем пример, в Слове Божьем есть образец. Образец. Хвала Господу, братья. Есть у Библии. В Слове Божьем есть образец. В немецкой написано Unbild. Или forbild. Будет лучше, может быть. Я помню, как отец посылал сына пахать в поле. Лошадьми, конечно. И говорит ему, сын, чтобы хорошо вспахал, ты первую борозду должен провести ровно. Ровно. Прямо. Ну а как? Ты должен взять какой-то предмет уведу и на него иди. И он пошел пахать. Но когда отец пришел и посмотрел на его пахание, то у него из этой борозды вышла дуга. Дуга. И отец говорит, да я же тебе говорил, чтобы ты взял какой-то предмет и на него шел. Он говорит, да, я так сделал. Ну а какой же ты предмет взял? Говорит, корова паслась. И я смотрел на нее. И вот так она шла и так и вышла. И вот часто бывает братья и сестры с людьми, даже религиозными, иногда верующими, они начинают смотреть на людей. Но слава Господу у нас есть Слово Божье. У нас есть Слово Божье. И наш пример Христос и наш образец первоапостольская церковь. Смотрите туда. И вы не соберетесь. И отец сказал сыну, я так не говорил, я говорил, чтобы ты поставил какую-то, как русские говорят, кольца веха, не? Веха. Какой-то предмет нерухомый, недвижимый. Нерухомый, недвижимый, который стоит. И слава Господу, что обетования, Слово Божье, они недвижимы, никто их не сдвинет. Они да и аминь. И мы можем строить строение, фундамент, на этом прочном основании, Слово Божье. Хвала Господу. Пусть никто не думает, что как-нибудь, что-нибудь, где-нибудь строится, но Христос сказал, я создам церковь. Если бы люди ее строили, давно бы развалили. Но Христос строит. И у Бога есть план. И этим планом есть Евангелие. Аллилуйя. Евангелие. И строится Духом Святым. По Писанию. Потому что архитектор, как в Старом Завете, так и в Новом был Бог. И вот мы рассмотрим несколько пунктов. Кто желает, можете записать. Сестры, которые трудятся с детьми, можете записать. Хотя, думаю, может быть, и лента записывает. Но кроме этого, оно вам пригодится. Мы рассмотрим несколько пунктов со Слова Божия, в чем заключается наш этот образец. Я всех веков, от начала первого столетия, у мира были пробуждения, были притеснения. Более тысячи лет, можно сказать, церковь была гонима католицизмом. Очень трудные времена. Я знаю, что были трудные времена под коммунизмом, где вы прошли. Да, трудные. Но вы возьмите сегодня у некоторых магометанских странах, как, например, Турция, или, брат, сказал, Судан, или Сомали, там еще хуже уверовать тяжелее, чем было в России. Знаете, невозможно. Также в некоторых местах Индии не так легко быть верующим человеком. Поэтому церковь на протяжении веков имела разные переживания, ужасные переживания. Но она имела право и должна была смотреть на образец, которым является первоапостольская церковь. Аллилуйя! Слава Господу! Первоапостольская. Конечно, им было в Иерусалиме хорошо. Хорошо. Бог ежедневно спасал, присоединял к церкви, и Господь видел с неба, что так вы не успеете. Главное задание церкви евангелизировать мир, о чем брат сказал. Это главное задание. Не то, чтобы ревновать, молиться, чтобы он дал нам дары. Это нам нужно, но это пособие. Это пособие евангелизации. Это нам обязательно нужно. Но главное евангелизировать мир. И сегодня в мире есть, как я уже упоминал, более 5 миллиардов или 5 миллионов людей больше. И большая половина из них никогда не слышали о имени Иисуса Христа. Никогда. Они не знают, кто он, когда он был, для чего он приходил, что он совершил, абсолютно не понимают. Никогда не слышат. и кто-то должен им сказать. И слава Господу, есть люди, которые оставляют люксус в Германии или в Америке и едут в эти джунгли. И этим людям проповедуют. Эти люди слышат и слушают. Хвала Господу за это. Брат, в Африке я в Южной Америке был порядочно лет, много был там. И одно в Южной Америке успешная евангелизация мы совершаем, потому что эти люди смотрят на нас вверх. Вверх. Этот человек приехал из Америки, с Канады. И что он нам скажет, то да. И вот людей столько будет. И если сделаю призыв, то все выйдут. Все выйдут наперед. Брат Эдвин, ваш пресвитер был там. И еще каждый хочет, чтобы за него миссионер помолился, да еще возложил руки, они готовы в небо. Они почитают служителей Божих. И в этом тоже хорошо. Но я пойду к своей проповеди, которую имею на сердце сказать. Братья, сестры, мы видим строилась скиния, по-английски tabernacle. Потом строился храм. И как скиния, так и храм строились из мертвого материала, из камней или из иного материала. Что бы то ни было, извне и внутри строилось из мертвого, неживого материала. Например, храм строился с камней. И апостол Петр пишет нам 1 Петра 2.5. 1 Петра 2.5. Как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое. И разница только в том, что в Старом Завете, когда строилась скиния, когда строился храм, там, где строители видели, что этот камень или что-либо иное, куда оно пасовало, туда они его ставили, и оно молчало. Но в Новом Завете Бог строит, и он имеет дело с живыми камнями. И вот как раз Господь хочет Димитрия поставить там где-то, может быть, и сзаду, как раз он туда пасует. Ну, а Димитрий хочет быть на виду, чтобы все видели. Я помню, я недавно венчал одну пару в Канаде. И вы знаете, начали там украшать, как вчера мы видели. Делать, сделали большой венок на стене, дружки, там три дружки обыкновенно. И так дальше. В общем, так все встроили, а я должен сочитывать. И потом я подошел к ним, и говорю, а где мне стоят? Мне надо читать Слово Божие. Где? Это не наше дело. Наше дело, чтобы люди видели этот венок. А я говорю, ну, мое дело. Я же должен читать Слово Божие. Я же должен им наставление давать. Где? Вы знаете, когда я им сказал, они напали меня как осы. Нет? Я думаю, Господи, куда я попал? В какое общество я попал? На как осы, эти дружки. Знаете? Это не их дело. Их делать, чтобы люди видели венок. А я хочу, чтобы люди видели и слышали Слово Божье. Вот это главное. Лучше того венка. Так бывает. Так бывает. И поэтому, дорогие, разница, большая разница. У нас часто мы не имеем проблемы. Брат, сестра, ты сюда не пасуешь. До пасных дел. Знаете? Абсолютно нет. Но куда-то да. И пусть Богу смотрит. Я помню, брат рассказывал в Аргентине, в церкви. Был один брат, много клопот делал. Всегда брался не за свое дело. И кто берется не за свое дело, всегда будет беда. И вот братья начали смотреть, ну куда он пасует этот брат? Куда? И вы знаете, нашли, поставили его придверником. Там называют его портеро. Портеро. У дверей. Приглашать людей. Вы знаете, в скором времени церковь возросла. Он был на это способный. Приглашать людей. Знаете? У его была способность к этому лучше, чем у кого. И когда как раз его поставили где нужно, он имел и церковь успех, слава Богу. Так бывает, дорогие. Я говорю с нами, как Петр говорит, как живые камни. Когда главный архитектор, инженер в небе усмотрел Дмитрия или Марию, Екатерину или Павла, там и там поставить, и если мы как раз туда пасуем, и там будем, вот будет успех, хвала Богу. Я слава Иисусу. Вы знаете, если бы этого остановили немножко, я бы, может быть, смелее бы. Ну ладно, что смогу скажу? Ну я говорю там это, часы. Я говорю часы. Я читаем мы 5.32 Деяние апостола. Деяние апостола 5.32 номер 1 або номер 1 5.32 апостол 7.32 Свидетели ему всем мы и Дух Святый которого Бог дал повинующимся ему. Я хочу подчеркнуть слово повинующимся. Их было немного, 120. Это начало первоапостольской церкви, и вообще Христовой церкви на земле. Было 120. И Слово Божье говорит нам Христос им повелел повелел дал приказ не отлучаться с Иерусалима и идти в горницу. И они не только послушались в русском языке есть послушание и есть повиновение. Вы знаете русские часто говорят так слушаем ваше приказание но не исполняем. Иногда так говорят. Правда? Но слушаться одно но повиноваться это другое дело. Вы понимаете хорошо это язык? Нет? Нет? И вот они повиновались и апостол Петр говорит свидетели всем мы и Дух Святой которого Бог дал повинующимся ему. Те которые повинуются не только послушные но которые повинуются и первоапостольская церковь есть образ том абофорбиль для всех нас в повиновении Христу. Братья и сестры помните Бог ничего не сделает для нас ничего не сделает в нас и ничего не сделает через нас без повиновения ему. Читаем мы Бог сказал Аврааму выйди с родства твоего из земли твоей и иди в землю которую я укажу тебе и написано Авраам пошел не зная куда идет не зная но он повиновался повелению и повиновению Божьему слава Богу. Это очень важно дорогие очень важно через неповиновение через непослушание бывает много беспорядков как в наших домах так и в наших церквах и в нашей собственной жизни собственной жизни мы хотим самовольничать своевольничать и чтобы Бог сказал на это Аминь это не может быть не может быть и поэтому у нас есть образец я стараюсь говорить медленно меня переводят братья сестры есть образец которым есть первоапостольская церковь если не будет повиновения ничего не будет Господь заговорил ко мне или к этому брату который передо мной говорил или к другим вы знаете там люди уверовали через нас люди уверовали что бы было если бы мы не повиновались может быть кого бы Бог употребил я не знаю но верующих которые повинуются я вам рассказывал слушайте если я затяну вы простите мне если я несколько минут больше скажу простите я знаю вы даже коммунистам простили тем более Дмитрию я вы знаете в Америке один миссионер молодой человек поехал в Китай Китай поехал у него был один сынишка три года ему был он оставил с бабушкой а сам уехал проповедовать в Англии и когда он там проповедовал в одном селе восстали люди вывели ее за село и убили убили и закопали там этот сынишка рос с бабушкой и все спрашивает бабушка а где мой папа жена его возвратилась или мать возвратилась а где мой папа она ему не говорила но когда он немножко подрос уже понимал она говорит он был миссионер поехал поехал в Китай там проповедовал Евангелие и китайцы его убили и вы знаете этот мальчик рос с ярой ненавистью до китайского народа когда я вырасту я ему томщу я ему томщу и с этим с этой местью у сердца и в душе он рос и вот вы знаете когда ему исполнилось 18 лет он попал на собрание такой как здесь попал на собрание и там услышал проповеди Евангелия там услышал призыв отдаться вышел наперед к алтарю и отдался Господу и в тот момент когда он отдался отдался Господу когда Господь его спас крестил духом святым он сразу услышал призыв в Китай на миссионерскую работу как раз контрарио или противоположно тому чтобы его душа была знаете как раз услышал призыв иди в Африку то есть в Китай и он прошел некоторые сказать подготовления и поехал в Китай но прежде всего он начал искать где его папа похоронен он расспрашивал расспрашивал там ему указали и с трудом привели его к гробу за село там вывели вы знаете Китай очень многочисленный народ и вывели его за село и показали могилу вот здесь твой папа похоронен он стал на колени на том гробу поднял свои руки вверх и говорит Джизас Иисус скажи моему папе что я занял его место скажи моему папе слава Господу что кто-то занимает такие места несмотря ни на что хвала Господу аллилуйя люди первоапостольская церковь повиновалась Господу повиновалась повелению Христа слава Господу образец наш для нас в повиновении ему что повелишь мне делать Господи где я могу быть тебе полезным для дела твоего в чем вы знаете по этой причине апостол Павел и пишет что мы познавали волю Божию совершенную он ее знал для него но кроме этого братья хоть моя тема иная но скажу немного воля Божия дважды делится надвое я мимоходом говорю воля Божия делится два раза надвое есть воля Божия совершенная есть воля Божия позволительная есть воля Божия общая чтоб все люди спаслись и чтоб спасенные жили свято и есть воля Божия индивидуальная вот о чем Павел говорит то что для меня не для вас то что для вас не для меня каждому из нас и для каждого есть воля Божия индивидуальная Чтобы я был там, где Бог хочет, чтобы я был. Чтобы я делал то, что Бог хочет, чтобы я делал. И чтобы я был тем, чем Бог хочет меня видеть. Слава Ему. Это есть индивидуальная воля Божьей. Но это не моя тема, я сказал мимоходу. Идем дальше. Братом читано было из 4 главы Деяний апостолов. Там написано, первоапостольская церковь является образцом для всех церквей дальше в молитве. В молитве. Братья, сестры, они так молились, что небо давало ответ. Сегодня есть много споров о молитве. Одни говорят, мне надо голосно молиться. Бог не глухой. Я не раз сам, сотни раз это слышал, выражение. Да зачем кричать, Бог не глухой? А я говорю, ну он и не нервный. Да? Точно. Но давайте посмотрим в образец молитвы первоапостольской церкви. Правда? Там не молился кто-то где-то. Но когда они услышали такой приказ от властей, о имени Христа даже не упоминать, они там, как возвысили голову, все в один аккорд, все. Знаете? И место потряслось. Хвала Господу. Аминь. Братья, я верю в это больше, чем кому-либо из людей. Я верю в это. Первоапостольская церковь есть образец для нас. Даже вобще, даже вобще, еврейский народ. Посмотрите, вот я только приехал теперь в Франкфурт. Знаете? Только приехал. И я уже дал там брата, который меня заберет. Уже прошел. Все. С багажом жду. Я вижу, что есть ряд евреев. У них такие рмолки на головах. И до стены они вслух молятся и все. И там так головами делают. Они не смотрят ни на кого. Они не смотрят или не слушают, что люди говорят. Я не знаю, почему. Конечно, они были заняты. Я не хотел их нарушить. Но если бы они кончили, я там был. Я бы их спросил, что это значит и для чего. И так дальше. Хотел бы с ними поговорить. Но я не хотел их нарушать. Но сколько их там было, может, полтора десятка или больше. И не обращали внимания, что и все они говорили. Голос, что-то произносили. На своем языке, на староеврейском. Понимаете? У них до сегодняшнего дня, они не верят, что один или тот. Но все вместе. Единодушно. Единодушно. Вы знаете? Когда вчера мы были на браке, были внизу. И все люди кушали. То там было и тарелки, звенели, или как называть, и ложки. И там все было. Правда? Нет? Все. Шум был. Потому что все кушали. И вот, знаете, у нас, особенно в модерном мире, то я уже не раз говорил о церкви. У нас немецкая церковь в Канаде, то он айнценегебет. Один молится. А я говорю, а почему, когда вы к столу приходите, то, говорю, пускай гайнц или фрид покушать, а ты послушаешь, как он будет сёрмать. Почему ты кушаешь? Но когда к молитве, один молится, а все слушают. Знаете? Да, дорогие? Мы можем много скандалить, много разногласий иметь, но у нас есть образец первоапостольской церкви, как она молилась. Они молились единодушно, единомысленно. И Бог давал ответ на их молитвы. Слава Ему. Аминь. Так что первый образец в повиновении Христу и образец в молитве. Читаем мы тринадцатую главу Деяний. Тринадцатую главу. И читаем первых два стиха. Тринадцатая глава. Первых два стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигар, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанники и рода четверновластника Исаула. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Третье. Образец служения. Мы видим, что Бог ставит на служение служителей. Бог руководит их служением, которое необходимо для созидания Церкви Христовой. И Бог помазывает своих служителей на то служение, к которому Он их призвал. Слава Богу. Я вам уже говорил, братья, лекции. Многие из вас слышали. Особенно братья. Бог никогда тебя не помажет на то, к чему Он тебя не призвал. Но обязательно Он помазывает на то служение, к которому Он призвал. Слава Ему. Я это знаю. Я знаю. Я по телу телесно слабый человек. Телесно. Но когда я проповедую под помазанием Святого Духа, я чувствуюсь в тысячу раз сильнее, чем я есть. Помазание то делаю. Иногда в такой немощи ничего не можешь. На ногах не можешь стоять. Мне приходилось. Мне приходилось это. Когда первый раз был, я вам упоминал уже. Иная вода. Иная пища. Иная атмосфера. Иной климат. У тропических странах. Вы знаете, я переживал такие боли, нельзя передать вам. Невозможно. Но я верил, что Господь меня послал и не обращал внимания на боли. Если бы я не прошел, извините, сталинской закалки, может быть, отвезли меня в госпиталь. Скоро помощь. И чем больше живот резал, тем сильнее я проповедовал. Аллилуйя. И кончил проповедь, и живот перестал. Хвала Господу. Так есть. Я то переживал не раз. Я говорю истину. Дорогие, первоапостольская церковь есть для нас вернение. Истиннейшим образцом служения. Они служили Господу. Даже постились, написано. И Господь говорил, призывал и указывал кого и на какое служение. Хвала Господу. Как хорошо. Правда? Как хорошо служить Ему. И написано, послание Ехвестианам 4.11. Павел пишет, он поставил. Бог поставил. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Эти пять служений. Это и регирунг, как вы говорите, или гавернемент. Церкви. Нет. Бог давим власть на это. Бог поставил. Не тот, что я захотел или кто захотел. Так угодно кому-то. Бог поставил эти служения. И мы обязаны повиноваться, слушаться. Они ответственны. Там написано для чего? Для созидания тела Христова. Аллилуйя, братья. Слава Господу. Есть. Слава Ему. Образец служения. Нет. Бог помазывает на то служение, на которое Он тебя призвал. Нет. Как я вам упоминал, даже Сын Божий Иисус не все делал. Но делал только то, на что Он был помазан. Нет. И Он то совершал. Правда? Мы уже слышали. Я говорил об этом. Много чего мы делаем, служители Его Евангелия, совершаем. И Он нас благословляет, помазывает. А Сам не совершал, потому что Он не был на то помазан. Мы видим. Это в Писании. Но я это оставлю. Нет. Образец служения. Мое время исходит. Идем дальше. Читаем мы деяния. Пятая глава. Деяние. Пятая глава. Двенадцатый по четырнадцатый стих. Пятая. Двенадцать по четырнадцатый. Такие слова. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения. И чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломона. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. А народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так же читаем дальше. Из этой же главы, с девятой главы и тридцать первый стих. Девятая глава и тридцать первый. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. Мы видим здесь, братья, сестры, что первоапостольская церковь також служит для нас образством жизни. Жизнь их отличалась от мира. Написано, хождение было в страхе Божьем. Вы знаете, в страхе Божьем. А страх Божий начало премудрость. Люди пребывали в страхе Божьем. Не так, что сердце боится Бога, а ноги идут куда попало. Руки делают, что попало и так дальше. Глаза смотрят, куда попало. Но их жизнь отличалась от мира. Я всегда упоминаю. Живу 49 лет за границей. 45-й год я живу в Канаде. И когда я приехал в Канаду, в Америку, то если шла христианка, а особенно с пятидесятников по улице, то можно было пальцем показать. Сегодня многие церкви, я говорю это не с критикой, но с сожалением. Многие церкви, вы зайдите туда, и вы не знаете, куда вы попали. У церковь или в циркус. Там вместо христианок сидят артистки. Я не критикую, но я говорю так. Вы знаете, братья, отнедавно я имел лекцию на Западе Америки, в Сиатле. Объявили, что в субботу будет эта лекция. У час дня. Сошлось народа с других церквей, масса людей было. Я сидел за столом, преподавал эту лекцию. И брат возле меня читал тексты. И после, я говорил час и десять минут. После мы имели почти полтора часа вопросы и ответы. Меня это истомило до края. Но начали подавать записки. Конечно, я предупредил. Пожалуйста, не давайте записок, каких попало, но только те, которые связаны с этой темой, с этой лекцией. Но все равно подавали всякие. И между этими записками была одна записка, какая-то из сестричек написала. Вы унижаете женщин. Мне написало. Вы унижаете женщин. Вы называете их дочерями Езавели. И так дальше. Потому что мы косметику употребляем. Вы знаете, я прочитал эту записку и говорю, это явная ложь. Я очень возвышаю женщин так высоко, чтобы они попали прямо в небо. Уже выше нельзя. Чтобы они попали прямо в Царство Божие. Так я возвышаю. А если они меняют Царство Божие на мерзости мира сего, я не винула. Правда? Так есть. Так есть. Братья, Церковь Христова есть отделенный от мира народ. Вы это лучше знаете, чем я. Там, где вас преследовали, христиане, сами себя выдавали своим поведением, своим одеянием, своим разговором. Правда? Выдавали. Вы не разговариваете, как они. Вы не одеваетесь, как они. И в те места не ходите, куда они ходят. И поэтому люди узнавали, кто вы есть. И в Первой Церкви узнавали. И нас должны узнавать. Нет? Мы неизвестны, но нас узнают. Да? Так есть. И Первая Апостольская Церковь была в этом и остается для нас примером. Хвала Господу. Читаем мы Деяние 4.32. Деяние апостолов 4.32 стих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Деяние образец в жертвенности. Я думаю, вы понимаете это слово. В жертвенности. Дорогие, всякое дело, особенно доброе дело, совершается людьми жертвенными. Людьми готовыми возложить себя и все свое на алтарь пред Богом. Нет? Через таких людей. Все. Бог хочет алиш. Все. Нет? Не так, чтобы одна нога в собрании, а другая в мире. Он хочет все. И первая апостольская церковь была и остается образцом в этом. В жертвенности. Знаете, там не так было легко верить и служить Господу, как нам сегодня в Германии или в Канаде. По нашей стороне власть еще нас защищает. Знаете, никто не имеет права сделать вреда. Но не во всех странах сегодня это есть. Не во всех странах. В скорости перед тем, как выбухла эта война в Афганистане, я сидел в одном охвисе или в бюро. И так, ожидая, не помню в каком охвисе, но я был. И взял один журнал, Тайм или Ньюзвик, и так перелистываю, и как раз остановился на Афганистане. Это было как раз перед тем, как война там началась. Как советы вторглись. И там написано, сфотографировано, на весь Афганистан была одна христианская, это пресбитерианская церковь в Кабуле, которая имела между 50 и 60 членов. И там нарисовано, приехал бульдозер. Это все сравнялось с землей. Людей не знают, что с людьми сделали. Но здание развалили. Власть приказала. Это на весь Афганистан. Одна была церковь в гору Презбитериан, так называют христианскую. И это сделали. Я просто прочитал, посмотрел на все это. И в скорости пошла туда эта железная щепка. Знаете? И что она делала? Что она делала? Знаете? Люди думают то и другое. Но вы знаете, сегодня, братья, я говорю, дело Божие, как тогда, строится через жертвенных людей. Через людей, которые ни с чем не считаются. Нет? Ни с чем не считаются. Ни с родиной. Ни с люксусом, который мы имеем. И слава Богу за это. Идти туда в эти джунгли, как брат сказал. Я видел. Я видел и гадюки, и скорпионы. Видел это все. Не только видел где-то в лесу. У мою комнату в спальне тоже гадюки привязали. Я видел это. Вы можете представить, как я там спал? Вы можете представить. Я был там. Я это все видел. Но дорогие, Я также видел души, которые приходили к Господу. Аллилуйя! Я видел. Иногда единицы, иногда десятки. Я видел. Вот это все то, что наше. Все наше. Дорогие, без жертвенности ничего нет. Мы читаем у Слово Божьем первую жертвенность, которую совершил Иисус. Иисус для нас. Он отдал все до последней капли крови. Я вчера пел песню. Она переведена с английского на русский. Припев, говорится, миллионы лет купила кровь для нас. Но в английском немного лучше сказано. Each drop of blood brought me a million years. A soul was born, each time he shed a tear. Говорится, миллионы лет жизни купила мне каждая капля крови его. Слава Господу! Нет? Первая жерба. И, дорогие, если мы смотрим на эту жертву и сравниваем нашу жертвенность, то пред Богом наша жертвенность ничто не стоит. Правда? Как мы поем песню, жить для Иисуса, с ним умирать. Лучшую долю можно ль желать? Что в сравнении с той жертвой есть наша жертвенность? Ничто. Немножко там, немножко. Но, братья, придет время и сестры, Господь и это наградит. Слава Ему! Но это не за то мы служим Ему. Не для того, не ради того. Мы служим Ему. И готовы идти и совершать Его дело потому, что мы любим Иисуса. Амин! Мы любим Его. Что Он совершил для нас. Хвала Ему! Так что мы видим перед нами этот образец. Слава Ему! Я хотел бы сказать одну поезию в заключение. Я у вас, я думаю, говорил, но многие не слышали. И, конечно, поезию перевести «Уншульди гензибите». Не? Поезия «Канманник тиберзекция». Это очень тяжело. Но она на русском языке. Я хотел бы сказать ее, перед тем, как мы пойдем на молитву. Я говорю, я уже вас говорил. Может, даже записано где. Может, кто знает, на память уже ее. Но большинство не слышали. И вот, это о духовном доме. О чем я говорил. Духовный дом в Старом Завете. Духовный дом в Новом Завете. Я не думаю, мой переводчик сможет перевести это. Знаете? В прошлый раз я проповедовал в Троссинген. Духовный дом в Новом Завете.